Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях и опасностях городских, и не только магистралей. У детей очень хорошо развито воображение, и именно яркие моменты оставляют в сознании пласт необходимых знаний. Любой ребенок быстрее поймет и усвоит правила дорожного движения, преподнесенные не в обыкновенной беседе, а в близкой детям форме дорожной викторины или игры. Именно поэтому сомневаться в эффективности акции «Безопасные каникулы» не приходится. Дети играют и изучают правила дорожного движения одновременно. Когда дети у нас отдыхают, они почему-то категорически забывают о самом элементарном, это о безопасном мерах поведения на дороге. Поэтому в период летних каникулах абсолютно во всех оздоровительных лагерях Брестской области, на сегодняшний момент таких 22, сотрудниками ГАИ будут проводиться различные профилактические мероприятия. В этот раз мы приехали в лагерь «Волна», это Кобринский район, где с детками будет проводиться конкурс и рисунка, и викторина на знание правил дорожного движения. Летний период – это период травматичный во всех отношениях, и почему это немаловажно проводить прямо в лагерях и других учреждениях, потому что это массовое скопление детей. То есть здесь по максимуму можно донести это до детского сознания. Вопросы заданий сотрудников госавтоинспекции ребята решали весьма успешно, и этот факт не может не радовать. Ведь от знания правил зависит их соблюдение, а значит, безопасность жизни и здоровье маленьких пешеходов. Сами ребята признаются, что участие в таких мероприятиях не только очень полезное, но и интересное, и увлекательное занятие. Мне нравится участвовать в таких конкурсах. Я набираюсь много знаний, больше занимаюсь спортом, и мне очень нравится. Несмотря на то, что занятия проходят в форме игры, ребята понимают всю серьезность и важность мероприятия. И четко осознают последствия, которые могут возникнуть при невыполнении правил дорожного движения. Если не соблюдаешь правила дорожного движения, то ты подвергаешься опасности. Если не будут соблюдать машинную скорость, тогда можно сбить человека. Если люди не будут соблюдать, тогда машина, если зеленый цвет горит, а машина едет, тогда машина может сбить человека. Безопасность велосипедистов – еще одно из направлений акции госавтоинспекции. Именно этой теме посвященный конкурс рисунков, о старте которого было объявлено в ходе мероприятия в лагере. Каждый подросток в возрасте от 6 до 14 лет может принять участие и внести свой вклад в дело урегулирования движения на дорогах. С 17 июля по 25 августа госавтоинспекция объявляет областной творческий конкурс для детей под названием «Крути педали безопасно», цель которого – это профилактика ДТП с участием детей-велосипедистов. К сожалению, на сегодняшний момент мы констатируем это рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов. Поэтому с помощью проведения такого конкурса мы надеемся, что кто-то лишний раз вспомнит правила дорожного движения для велосипедистов, а кто-то просто их узнает. Свои работы можно отправлять в управление госавтоинспекции Брестской области с пометкой «Творческий конкурс рисунков» или в районное отделение. Результаты станут известны в сентябре. Тогда же победитель получит и главный приз – горный велосипед. Ознакомиться со всеми положениями более подробно можно и на официальном сайте автомобильной инспекции.